Здравствуйте! В эфире новости в студии Илья Райшев о главных окруженных событиях к этому часу. Еще 26 миллионов из федеральной казны получат Югра на лекарства для лечения коронавируса. Распознавать преступников будет проще. В Сургуте камеры видеонаблюдения синхронизировали с системой ЕДДС. Больше тысячи человек в Югре пробурили лунки. В округе прошла акция «Помоги рыбе». И обо всем подробнее. Завтра в Ханты-Мансийске пройдет совещание по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе. Специально для этого в Югру приедет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Совещание пройдет с участием полномочного представителя президента России в УРФО Владимира Якушева. Глав регионов, входящих в состав федерального округа, представителей министерств и ведомств. Отдельное внимание уделят дополнительным мерам по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений. На улицах Коголыма сегодня развернулась настоящая погоня. В дежурную часть сообщили, что по улицам города передвигается автомобиль, водитель которого, возможно, находится в состоянии опьянения. Патруль ДПС действительно обнаружила иномарку, которая имела явные повреждения и двигалась с высокой скоростью. Водитель требования госавтоинспекторов остановиться проигнорировал и, наоборот, прибавил скорость, чтобы скрыться. Пытаясь уйти от погони, проезжал перекрестки на красный свет, выезжал на встречную полосу, тем самым создавая реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Когда нарушитель выехал за пределы города, автоинспекторы выстрелили по колесам машины. В результате иномарку удалось остановить. Водителем оказался 36-летний житель Коголыма, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. При проведении медицинского освидетельствования в крови нарушителя зафиксировали 1,9 промилле алкоголя при допустимой норме в 0,3 промилле. Нарушитель водворен в специальное помещение для задержанных лиц. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях за управление транспортным средством водителем, который находится в состоянии опьянения. И по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции. Автомобиль помещен на специальную охраняемую стоянку. По факту крупного пожара в общежитии, случившегося в Сургуте в минувшие выходные, следователю возбудили уголовное дело. Разбирательство ведут по статье «Умышленное убийство, совершенное общеопасным способом». По подозрению в совершении преступления задержали 42-летнего мужчину. По данным СК, подозреваемый проживал в общежитии и накануне случившегося поругался с соседями по комнате. Видимо, ночью он решил поквитаться с обидчиками и поджог помещения. 20 марта 2021 года около 4 часов 42-летний подозреваемый совершил поджог помещения, расположенное на втором этаже дома 16 по улице Промышленная города Сургут, оборудованного под общежитие. В результате происшествия погиб проживавшего в общежитии мужчина в возрасте 50-60 лет, личность которого устанавливается. Еще 7 человек получили травмы различной степени тяжести. По ходатайству следователя подозреваемый заключен судом под стражу. В тушении принимало участие 63 человека, привлекалось 18 единиц спецтехники. На полную ликвидацию возгорания им потребовалось более 14 часов. В результате случившегося помещение сгорело почти полностью, обрушилась кровля. Площадь повреждения огнем более 2,5 тысяч квадратных метров. Предварительная сумма ущерба более 10 миллионов рублей. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и пострадавших. Назначен ряд криминалистических экспертиз. Кроме этого, сотрудникам экс-СК предстоит узнать, законно ли на производственном объекте действовало общежитие. Почти 400 камер наружного наблюдения следят за общественным порядком в Сургуте. Крупнейший муниципалитет региона накануне обзавелся еще несколькими десятками камер. Все они синхронизированы с единой диспетчерской службой. С начала этого года благодаря такой системе слежения удалось распознать четверых нарушителей и раскрыть тяжкие преступления от разбоев до убийств. Сейчас инженеры обновляют программное обеспечение и сами камеры. Говорят, что картинка с них стала более четкой. Настолько, что теперь приблизить и распознать можно даже лицо человека, который сидит в машине на заднем сидении. Подробнее расскажет Ольга Придоха. Таких камер видеонаблюдения в Сургуте и до нынешних времен было немало. Сегодня их и еще с полсотни подобных синхронизировали с единой диспетчерской службой. И теперь картинка в режиме реального времени передается на пост общественной охраны. Интеллектуальная система распознает не только лица, но и поведение человека. Образно говоря, если гражданин ведет себя неестественно, то на пульт поступает сообщение и к месту ЧП выезжает наряд полиции. Например, остановочный павильон, когда люди ходят в одно направление, а у людей иногда смещается, наклоняется, пригибается, взмахи рук. То есть это все аналитика поведения человека. И у сотрудников дежурной части будет это все высвечиваться, как нестандартное поведение на определенном участке. То есть если я просто иду нормально, адекватно? Да, 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 да. А если я наклонилась в камень, взять до остановки? Ну, возможно, да. Камеры, которые закупили для охраны общественного порядка, новое слово в технике. Они позволяют увеличивать картинку в высоком разрешении в 24 раза. Здесь, как говорится, и мышь не проскочит. В базе полицейских уже есть список людей, которых можно узнать по лицу. Силовики уверены, такие гаджеты помогут им раскрывать преступления гораздо быстрее. За прошлый год, 2020, было раскрыто более 30 преступлений. На текущий момент при помощи АБК «Безопасный город» раскрыто 4 преступления. Различные категории преступлений, начиная от имущественных преступлений, заканчивая против личности. Система автоматически реагирует на список людей, которые уже попадали в поле зрения полицией. Те, кто находятся в розыске, под подпиской о невыезде или на учете у силовиков. Если такие граждане попадут в обзор камер, то система автоматически сработает, подав сигнал полиции. Сработает только тогда, когда есть фотография человека, гражданина в базе. Для того, чтобы тестировать, мы своего сотрудника сфотографировали, поместили в базу. И да, действительно, срабатывает, проходит наш сотрудник и высвечивается, загорается грамотная лампочка на мониторе у оператора ИДС и высвечивается фотография. До 9 мая в Сургуте обещают смонтировать 50 с лишним таких камер. До конца года еще столько же. Сейчас власти города вместе с силовиками подбирают места, где они будут наиболее полезными. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал Юграм, Сургут. Югорчанин уснул за рулем и попал в ДТП. Полицейские называли предварительную причину аварии на мосту «Красный Даркон». Накануне водитель «Шевроле Нива» выехал навстречу и врезался в ограждение. Владелец машины получил травмы. За выходные на югорских дорогах произошло еще 4 аварии. В них четверо получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход. Кроме того, сорудники госавтоинспекции задержали 25 пьяных водителей. 9 из них сели за руль под шофе уже не в первый раз. 36 человек привлекли за выезд на полосу встречного движения. 74 нарушили правила перевозки детей. Югорский мужчина с топором напал на собаку. Инцидент произошел накануне. Мотивом поступка стала месть. По словам очевидцев, так он пытался заступиться за свою собаку, которая ранее сорвалась с цепи и оказалась на территории соседей. Не остановил нападавшего даже забор. Мужчина нанес собаке несколько ударов топором, после чего удалился с места происшествия. Пса прооперировали, и его жизни ничего не угрожает. Хозяева собаки по данному факту обратились в полицию. Проводится проверка. 21 марта в дежурную часть ОМВД России по городу Югорску поступило сообщение о жестоком обращении с собакой. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Житель Сургута попался на уловки мошенников. Схема обмана была простой. Мужчины на мобильный неоднократно поступали звонки от московских номеров. Когда он взял трубку, оказалось, с ним хотел поговорить якобы сотрудник банка. Аферист сообщил югорчанину, что на него кто-то оформил кредит. Чтобы погасить его, мошенник предложил оформить зеркальный займ. Сургутянин доверился банкиру и сделал все, что тот ему продиктовал. Так потерпевший перевел обманщикам более 3,5 миллионов рублей, а сам остался ни с чем. Ведь после перевода денежных средств аферист перестал отвечать на звонки. Полицейские возбудили уголовное дело. Югра получит дополнительные 26 миллионов рублей из федерального бюджета. Деньги пойдут на закупку лекарств для лечения амбулаторных больных с диагнозом COVID-19. Об этом Наталья Комрова сообщила на заседании Оперштаба. По данным на 22 марта подобные лекарства бесплатно получили уже 36 тысяч пациентов. Также во время заседания стало известно, что 91% поступившей в округ вакцины уже использован. Разработан защитный протокол вакцинации призывников и сотрудников военкоматов, участвующих в призывной кампании. Для этого приготовлен запас в 2000 доз вакцины. Всего же на сегодня завершили вакцинацию почти 40 тысяч жителей округа. Еще 17,5 тысяч человек получили только первый компонент вакцины. Учитывая предстоящее закрытие ледовых переправ и паводок, первоочередное внимание оказывается труднодоступным поселением. В них уже привито 4732 человека. Из них 1376 из числа коренных народов. Имеется при этом достаточный запас вакцины в медицинских организациях Березовского, Октябрьского, Канты-Мансийского, Кандинского районов для завершения вакцинации пациентам югорчанам из труднодоступных населенных пунктов. Помощь инвалидам, новое оборудование и дрессировка собак. Накануне Наталья Комарова посетила с рабочим визитом Югорск. Программа была насыщенной. За один день глава региона побывала и на производстве, и в социально ориентированных НКО муниципалитета. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Рабочий визит губернатора в Югорск начался с посещения социальных учреждений. Например, региональный центр оказания кинологических услуг «Счастливый питомец». Здесь объединили все сферы услуг в области зооиндустрии. Это дрессировка, стрижка животных и другие. Также в центре проходят реабилитационные программы для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь это учит правильному обращению с животными и помогает развитию моторики и социальной адаптации. Спрос огромный. Детей очень много приводили. Мы проводили экскурсии познавательного характера. Рассказывали детям о профессиях, связанных с животными, что человек может делать для животных, как ухаживать. И также рассказывали о профессиях собак, когда собака живет для человека. Следующим губернатор посетил Центр для дневного пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья «Веста». Он занимается реабилитацией и социализацией молодых инвалидов. Это отдых и оздоровление. Также подопечным помогают в трудоустройстве и самореализации. Сейчас в Центре работают 14 человек, в том числе 6 людей с инвалидностью. Следующей остановкой губернатора стала база по ремонту и изоляции труб предприятия «Газпром Трансгаз Югорск». Здесь главе региона показали уникальное оборудование – трубогибочный станок. Он делает соединительные элементы для газопроводов до 60 штук в месяц. Весит агрегат 60 тонн, но считается мобильным. Его можно вывозить на любые площадки. Добавлю, изогнутые трубы нужны для того, чтобы газопровод можно было положить на неровный ландшафт. Новое оборудование позволит обеспечить бесперебойную поставку газа как в Югру, так и в другие регионы. Кроме того, это новые рабочие места для города. Раньше закупалась готовая продукция, сейчас мы будем сами производить изделия, сокращать затраты. Ну и удобство, он еще, помимо того, что он станок, он является еще передвижным. То есть его грузят на платформу, перевозят в нужное место и можно на месте работы уже производить. Рабочий визит губернатора в Югорск завершился разговором с жителями муниципалитета. В прямом эфире обсудили вопросы создания условий для развития детей и молодежи, благоустройства города, нацпроекты, снос аварийного жилья, проблемы бродячих собак и другие. Полную версию трансляции можно найти на официальной странице губернатора в Инстаграме. Василий Сосуев, Эльдар Муратов, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. С жителями Югорска Наталья Комарова встретилась онлайн. В начале разговора мэр города отчитался об успехах местной администрации. Так, например, муниципалитет может похвастаться спортивной инфраструктурой. Больше половины его жителей занимаются физкультурой. Здесь развивают 42 вида спорта. Только за последний год открылись два новых фитнес-центра. Есть успехи в здравоохранении. А вот с развитием индивидуального жилищного строительства все не так гладко. В комментариях жители города пожаловались на отсутствие подведения коммуникаций к участкам, выделяемым по ДЖС. В прямом эфире глава региона поручила департаменту строительства разработать правила индивидуальной жилищной застройки с учетом специфики отдельных муниципалитетов, чтобы такие районы проектировались с необходимыми коммуникациями. В югорских школах начались или вот-вот начнутся весенние каникулы. Скучать школьникам точно не придется. В свободные дни для них откроют более 200 лагерей дневного пребывания и даже один круглосуточный. Всего их смогут посещать более 22 тысяч югорчан. В Хантамансийске, Нижневартовске, Гоголыме, Урае и Югорске 65 лагерей будут работать в формате онлайн. С помощью современных технологий школьники смогут посетить мастер-классы, спектакли и викторины. Также будут организованы профильные смены по безопасности дорожного движения. Участники онлайн-лагерей будут получать продуктовые наборы. Все очные лагеря перед открытием посетят муниципальные комиссии, которые проверят, как в них организована безопасность. Югорские школьники планируют развивать в регионе фудшеринг и киберспорт, а также создать ветряные электростанции и построить лунную исследовательскую базу. О своих проектах молодые люди рассказали губернатору Наталье Комаровой. Накануне в Хантамансийске глава региона встретилась с активными школьниками из региональной команды Всероссийского конкурса «Большая перемена». Участники из других городов, главы муниципалитетов и руководители общественных организаций присоединились к обсуждению онлайн. Напомню, второй сезон федерального проекта «Большая перемена» стартует 26 марта. Мне сегодняшняя встреча дала мотивацию двигаться дальше. И это в первую очередь невероятный заряд энергии. И огромное спасибо Наталье Владимировне, которая настолько поддерживает всех участников данного стола. И я считаю, что это и есть наша главная цель – двигаться дальше, прославлять свой регион. Также участники конкурса обратились к губернатору с просьбой поддержать инициативу создания отделений «Большой перемены» в каждом городе Югры. Наталья Комарова одобрила предложение и тут же отдала распоряжение главам муниципалитетов. Здесь и сейчас, учитывая то, что сегодня в нашей встрече принимают участие руководители муниципалитетов, я даю такое прямое поручение оказать содействие в формировании возможностей для деятельности этих отделений. В Югре откроют еще один кванториум. Кроме того, в регионе создадут 6,5 тысяч новых мест для дополнительного образования детей. Распоряжение о выделении соответствующих ассигнований из окружного бюджета приняли на заседании правительства региона. По словам исполняющей обязанности директора Департамента образования и молодежной политики Югры Снежана Возняк, деньги на создание новых мест получат 11 муниципалитетов. Откроются они с 1 сентября. Полученные средства пойдут на закупку оборудования и учебных материалов. Югорчане откликнулись на призыв общественников принять участие в акции «Помоги рыбе». Организаторами выступили Гуманитарный добровольческий корпус и Департамент общественных и внешних связей региона. Общественники призывали людей выйти на лед и сделать несколько лунок. По мнению активистов, таким образом в воду попадает кислород и речные обитатели не сдыхаются. На 30 водоемов по всему округу вышли 1300 человек. Как прошла первая подобная акция в масштабах округа, смотрите в нашем следующем сюжете. Более 5-7 человек не собираетесь в одном месте в целях безопасности, потому что теплая погода берет свое. Зима в этом году была холодной. Лед на обид толстый и крепкий. Но, как и положено, для участников спасательной акции провели инструктаж по безопасности. Сверху на лед давит подтаивающий снег, снизу его размывает вода. Предупредили активистов и о других нюансах. Мы всегда предупреждаем, чтобы одевались люди по погоде. В первую очередь должны были спецсредства. Это ледобуры и лопаты для того, чтобы засыпать лунки, чтобы они не замерзали. Засыпают снегом, делают шапку определенных размеров. На акваторию АБИ вышли более 50 активистов. Сотрудники градообразующих предприятий, рыбаки-любители, гуманитарный добровольческий корпус и просто неравнодушные вортовчане. Спасать рыбу приходили целыми семьями. Клавдия Козина взяла с собой внука, позвала на лед и своего однокурсника Виктора Синкевича. Друзьям по институту небезразличная экология родного края. Мы с ним созвонились, здесь встретились. Это организация «Ветеран». Ветераны УВД города Нижневартовска. А так как я являюсь тоже дружинником и как бы однокурсники мы, вот мы здесь и теперь работаем, спасаем рыбу. Пробурить толстый лед и добраться до воды оказалось не так просто. Осложнял процесс сильный и порывистый ветер. Несмотря на это, с задачей справились быстро. В течение часа участники акции пробурили несколько десятков лунок. Ну вот здесь толщина льда, вот вы видели, это практически больше метра, вот в этом месте, как раз на обе. Вот, но техника позволяет легко это делать. Вот там ребята с ручными бурами наши тоже бурят, ничего, физическая сила, мышцы качают. Не уж поржали, а на свежем открытом воздухе. Присоединился к акции «Помоги рыбе» и «Сурбут» На инициативу гуманитарного добровольческого корпуса и департамента общественных и внешних связей региона откликнулись казаки, студенты и сотрудники УФСИН. Вот пример того, как жители могут поберечь экологию, помочь природе и спасти рыб от замора. То есть под дальдом, который составляет метр-метр двадцать, не хватает кислорода. Получается, что рыба задыхается, и это может сказаться на нашей, скажем, экологии. За соблюдением безопасности на объектах следили сотрудники МЧС, природнодзора и рыбоохраны. Госслужащие смотрели, чтобы при вскрытии льда не использовались бензопилы, а люди не концентрировались в одном месте на льду. Существуют проблемы, которые ежегодные по поводу замора рыбы. Ну и общественность вышла со своей инициативой пробурить лунки для того, чтобы каким-то образом помочь данному явлению ежегодному. Мы, как государственные контролирующие органы, обеспечиваем соблюдение законодательства. В Сургуте акция проходила сразу на двух площадках. Первая точка была на карьере рядом с храмом на улице Меликарамова. Вторая – на Аби. На берегу участники могли подкрепиться кашей, приготовленной на полевой кухне, а также согреться горячим чаем. Ну почему нет? Это же весело. Здорово, столько народу собралось. Можно выехать всей семьей с коллегами по работе. Я надеюсь, эта акция будет не одноразовая какой-то, а ежегодная, чтобы приобщать больше людей. Как говорят организаторы, акция будет не единичной. В планах добровольцев привлечь к данному флешмобу как можно больше сторонников. В этом году на спасение рыбы вышло около 200 человек. Кроме Сургута и Нижневартовска, на призыв общественников откликнулись в Нефтьюганске, Нягоне, Медеоне и Лангепасе. И это, по словам организаторов, еще не все. Мы включили в акцию пять муниципальных образований. Ряд муниципальных образований как раз возмущается, почему нас не включили. На самом деле она планировалась еще год назад, но, к сожалению, вот эта вот пришедшая к нам пандемия, добровольские силы были направлены на помощь нашим согражданам. В этом году коронавирус начал потихонечку отступать, и появилась возможность собраться, выйти и помочь выжить природе. Как говорят общественники, для того, чтобы помочь рыбе, не обязательно ждать приглашения или какой-то специальной акции. Пробурить лунки может любой желающий. Уже сейчас порядка тысячи добровольцев делают это самостоятельно. Главное, не забывать о собственной безопасности. Евгений Неупокоев, Елена Составова, Алексей Шахмаев, Дмитрий Килин, телекомпания «Югра», Сургут, Нижневартовск. В деревне Русскинская определили лучших оленеводов этого года. Слет рыбаков и охотников прошел здесь вот уже в 45-й раз. В прошлом году из-за пандемии праздник вынуждены были отменить. В этот раз его провели с ограничениями по численности. Участие приняли только ханты и манси, которые живут на стойбищах Сургутского района. Остальные смогли приехать и только поболеть за спортсменов. По традиции погонщики состязались в ловкости и скорости передвижения на оленях, демонстрировали навыки национальной борьбы и метания тензиана на хорей. Лучшим оленеводам по традиции подарили снегоходы. Самым быстрым оказался житель Тромагана Леонид Сопочин. Он преодолел километровую дистанцию чуть больше, чем за полторы минуты. Мы воспринимаем это вроде как шоу, на самом деле это их жизнь. Олени не так много видят людей. Это не машина, которая готова ехать по дороге. Машины и то ездят по асфальтовой дороге, стараются далеко не съезжать. Олени делают то же самое. Они идут по упрощенному пути. Они могут испугаться шума, какого-то яркого света, еще чего-то. Больше новостей на нашем сайте и в Инстаграм. У меня на этом все. До встречи на телеканале Югра. Всего доброго.